Привет, девчата и ребята! Сегодня я вам прочитаю сказку Мамина Сибиряка. Сказка про храброго заяца, длинные уши, косые глаза, короткий хвост. Родился зайчик в лесу и всего боялся. Треснет где-нибудь сучок, спрахнёт птица, упадёт с дерева ком снега, у зайчика душа в пятки. Боялся зайчик день, боялся два, боялся неделю, боялся год, а потом вырос он большой. И вдруг надоело ему бояться, никого не боюсь, крикнул он на весь лес, вот не боюсь нисколько и всё тут. Собрались старые зайцы, сбежались маленькие зайчата, приплелись старые зайчихи. Все слушают, как хвастается заяц, длинные уши, косые глаза, короткий хвост. Слушают, собственным ушам не верят. Не было ещё, чтобы заяц не боялся никого. И ты, косой глаз, ты и волка не боишься, и волка не боюсь, и лисица не боюсь, и медведя не боюсь, никого не боюсь. Зайчихи Ах, какой смешной! И всем вдруг сделалось весело. Начали кувыркаться, прыгать, скакать, перегонять друг друга. Точно все с ума сошли. Да что тут долго говорить! Кричал расхраблившийся окончательно заяц. Ежели мне попадётся волк, так я его сам съем. Ах, какой смешной заяц! Ах, какой он глупый! Все видят, что и смешной, и глупый. И все смеются. Кричают зайцы про волка, а волк тут как тут. Ходил он, ходил в лесу по своим волчьим делам. Проголодался и только подумал, вот бы хорошо зайчиком закусить. Как слышит, что где-то совсем близко зайцы кричат. И его серого волка поминают. Сейчас он остановился, понюхал, понюхал воздух и начал подкрадываться. Совсем близко подошёл волк. И разыгравшимся зайцем слышит, как они над ним смеются. И всех больше хвостун заяц. Косые глаза, длинные уши, короткий хвост. Эй, брат, погоди, вот тебя я. И съем! Подумался рыбок и начал выглядывать, который заяц хвастается своей храбростью. А зайцы ничего не видят и веселятся пуще прежнего. Кончилось тем, что хвостун заяц взобрался на пенёк, уселся на задние лапки и заговорил. Слушайте вы, трусы, слушайте и смотрите на меня. Вот я сейчас покажу вам одну штуку. Я, я, я. Тут язык у хвостуна точно примёрз. Заяц увидел глядевшего на него волка. Другие не видели, а он видел и не смел вдохнуть. Дальше случилась совсем необыкновенная вещь. Заяц хвостун подпрыгнул кверху точно мячик и со страху упал прямо на широкий волчий лоб. Купорем прокатился по волчьей спине, перевернулся ещё раз в воздухе и потом задал такого стрякача, что, кажется, готов был выскочить из собственной кожи. Долго бежал несчастный заячек, бежал, пока совсем не выбился из сил. Ему всё казалось, что волк гонится по пятам и вот-вот схватит его своими зубами. Наконец, совсем обессилел бедняга, закрыл глаза и замертво свалился под куст. А волк в это время бежал в другую сторону. Когда заяц упал на него, ему показалось, что кто-то в него выстрелил. И волк убежал. Мало ли в лесу других зайцев можно найти, а этот был какой-то бешеный. Долго не могли прийти в себя остальные зайцы. Кто удрал в кусты, кто спрятался за пенёк, кто завалился в ямку. Наконец, надоело всем прятаться и начали понемногу выглядывать, кто похрабрее. А ловко напугал волка наш заяц. Решили все, если бы не он, так не уйти бы нам живыми. Да где же он, наш бесстрашный заяц? Начали искать. Ходили, ходили. Нет нигде храброго заяца. Уж не съел ли его другой волк? Наконец-таки нашли. Лежит в ямке под кустиком и еле жив от страха. Молодец, косой! Закричали все заяцы в один голос. Эй! Да, косой! Ловко ты напугал старого волка. Спасибо, брат! А мы думали, что ты хвастаешь. Храбрый заяц сразу приободрился. Вылез из своей ямки, встряхнулся, прищурил глаза и проговорил. А вы как бы думали? Эх вы, трусы! С этого дня храбрый заяц начал сам верить, что он действительно никого не боится. Ну что, ребята, понравилась сказка? Читайте побольше книжек. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok